Сэд, я очень занят. Конечно, я понимаю, доктор. У меня у самого очень много дел. Через месяц мы подготовим для вас очень выгодное предложение. Если вам нравится наша идея, отлично, мы сделаем бизнес. Если нет, мы всегда сможем предложить вам что-нибудь новое. Тот, кто это взял, идиот. Вы согласны? Что? Доктор, вы хотите заработать миллион долларов? Что вы сказали? Ответьте на один вопрос, как врач. Вы слышали о новом лекарстве Фенадрил? Его производит MSC Pharmaceutical? Нет. Тогда слушайте, хорошо. Он почти одобрен Министерством здравоохранения. Он должен появиться на рынке через три месяца. А может и завтра, кто знает. В общем, давайте сделаем так. Я вышлю вам информационный пакет, а через месяц с вами свяжется наш старший брокер. Нет, нет, минуточку, подождите. К черту этот пакет. Давайте обсудим прямо сейчас. Как вы сказали, называется лекарство. Алло, вы меня слышите? Вы подождите минутку, я позову старшего брокера, который лучше разбирается в этих акциях. Хорошо? Всего минуту. Есть! Карту. Его зовут доктор Джейкоб. Кажется, он президент. Это мне неинтересно. Ладно. Доктор Джейкоб. Говорит, Крис Марлин из фирмы J.T. Марлин. Марлин? Да, он мой отец. Мой помощник сказал, что вы хотите купить акции. Звонит ваша жена. Пусть перезвонит. Возможно, меня это заинтересует. Возможно? Доктор, это слово не совсем подходит к текущей ситуации с MSC. Речь идет о больших деньгах. Я хочу проверить эту компанию. Отлично, док. Если вы хотите упустить эту возможность, тогда кладите трубку и смотрите, как ваши коллеги наживут на этом миллионы. Минуточку, я этого не говорил. Мне нужны подробности. Честно говоря, у меня нет времени. Акции растут в данный момент. Тут все на ушах стоят. Слушайте, я открою дверь в офис. Слышали? Это мои продавцы. У меня есть еще миллион клиентов, которые уже готовы вложиться в это дело. У меня просто нет времени на объяснение. Извините. Хорошо, я согласен. Поскольку вы новичок, я не могу продать вам больше двух тысяч акций. Простите. Две тысячи? Да вы с ума сошли. Да я хотел взять всего пару сотен. Две тысячи. Боже. Интересно, почему вы не можете продать больше? Мы всегда начинаем с небольших сделок, прежде чем делать действительно серьезные предложения. Позвольте заработать вам немного денег, а потом мы обсудим наше дальнейшее сотрудничество. Что вы на это скажете? Ну, звучит неплохо. Я беру две тысячи акций. Есть. Вы уверены, что не можете продать больше? Простите, доктор Джейкоб. Не могу. Никак. Хорошо. Тогда начинаем торговлю. Отлично. В следующий раз будем играть по-крупному. Куда направить подтверждение о покупке? К вам домой? Или в офис? Очень смешно, мистер Марлин. Я соединю вас с секретаршей, она запишет информацию. Я рад иметь дело с вами. По рукам. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...